Учителю русского языка и литературы высшей категории Анна Николаевна Слободенюк – человек одной профессии. Всю жизнь проработала в школе, а вот после выхода на пенсию стала подрабатывать репетитором. Ведь это общение с учениками, радость от их успехов, да и лишняя копейка не помешает. Свою работу с новым школьником репетитор всегда начинает с диагностики знаний, а чтобы достичь поставленных задач, считает важным индивидуальный подход к каждому ребёнку. Для подготовки к сдаче централизованных тестов ученику надо готовиться два года – 10-11 класс. Если ученик очень старательный, он может заниматься один раз в неделю, ну а если нету той старательности или понимания предмета два раза в неделю. Учитель и репетитор должен быть очень строгим и очень требовательным, но доброжелательным и справедливым. Надо видеть самый маленький успех слабого ученика или слабого абитуриента. И надо основываться на этом. Надо искать, ну как я говорю, в самом плохом надо искать искорки добра. Что касается финансовой составляющей, как человек старой закалки, Анна Николаевна привыкла быть честной перед законом, а потому считает, что лучше заплатить налоги и спать спокойно. Если возникают вопросы, обращаются в налоговую, здесь всё объяснят и разложат по полочкам. Вот и сейчас зашла узнать, нет ли каких-нибудь изменений. Вы репетитор, вы осуществляете свою деятельность по заявительному принципу. Ставка. В каком месте вы осуществляете свою деятельность? В пружанах. В пружанах. Ставка налога составляет 58 рублей. Но в связи с тем, что у вас, вы пенсионер по возрасту и у вас есть документы, подтверждающие на право льготы, ставка налога понижается на 20%. Для осуществления деятельности репетитора, не требующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, физическому лицу необходимо до дня её начала подать в налоговый орган письменное уведомление, либо уведомление через личный кабинет плательщика с указанием вида деятельности, формы оказания услуг, а также периода и места их оказания. Ставка единого налога за месяц для репетитора по городу Бреста составляет 76 белорусских рублей. При уплате единого налога предусмотрены льготы. В частности, для пенсионеров по возрасту, инвалидов, родителей и усыновителей, многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, плательщиков, воспитывающих детей и инвалидов в возрасте до 18 лет. В этом случае ставка налога будет уменьшена на 20%. Поступление в УЗ, восполнение пробелов в школьной программе, изучение нового языка. Далеко не каждый способен справиться с этими задачами самостоятельно, а потому хорошие репетиторы будут всегда востребованы и смогут иметь достойный заработок. Однако репетиторство, как и любая другая деятельность, направленная на получение дохода, должна быть легальной. В случае установления налоговым органом факта занятия репетиторством без уплаты единого налога применяются меры взыскания в виде наложения штрафа.